итак приветствовать мои друзья и гости канала надо всем огромный привет не знаю почему меня в горле першит ну да ладно сегодня мы с вами двигаемся в сторону жилого комплекса триумф там у меня прошла сделка точнее проходит сделка и проходит еще одна сделка у брата да и все-таки я неровно дышу к этому жилому комплексу и давайте мы попробуем с вами посмотреть сколько же занимает дорога время сейчас 1146 23 апреля я рад что у нас наконец-то начинается хорошая погода почему я не поехал через дублер курортного проспекта да все потому что мне хочется вам показать именно ту красоту которая есть сочи ну и пока мы с вами едем давайте мы с вами пообщаемся на такую тему которая называется все-таки выбор той или иной недвижимости я недавно общался с одним из своих клиентов который купил квартиру бочаров маяк и он сейчас тоже почему-то присматривайте квартиру ну да и знаешь макс говорит вот меня лично да устраивает все бочаров мои маяки все классно все ну вот жену не совсем устраивает в том плане что все-таки хочется может быть центре я в каком плане центре ногти там всякая такая вот парикмахерский так далее все-таки хочется привязываться именно к центру в центру к центру еще раз центр если же мы с вами рассмотрим например тот же самый адлер да то в адлере скорее всего и даже уверен на сто процентов что тоже все то же самое есть вы понимаете есть такая штука когда ты берешь и привыкаешь к своему району и например у меня есть клиенты сейчас у брата до ипотека 2 100 миллиона рублей они живут в адлере уже пять лет и они смотрят только адлеровский район потому что не хотят выходить из зоны комфорта и переезжать центр сочи самое интересное что при этом работают они в центре сочи но живут они в адлере понимаете тоже такая система бестолковая конечно но но бывает что касается что касается вот именно в этой ситуации кстати мне эта ситуация тоже до боли знакома в каком плане потому что когда я снимал квартиру в районе новый сочи да вот мы сейчас проехали поворот который указывал на резиденцию владимир владимирович путина и я себе машинально начинал искать квартиру именно в том месте почему именно в том месте ответ был очень прост потому что ну привыкли а потому что мне у меня в принципе все все устраивало все устраивает ну до поры до времени потом когда я пожил на например на улице транспортная и я понимал что меня потом не загонишь в это и новую сочи потому что я всегда транспортно видел больше плюсов нежели минусов да да пускай то у меня море было подальше чем например с бамбуковой но были зато я не был привязан да я гулял там где я хочу я гуляю и на данный момент там где мне хочется и тем самым я не привязываюсь определенному пляжу я не привязываюсь к определенному району кстати вот здесь правой стороны у нас находится школа да прямо напротив церкви поэтому в принципе в новом сочи школы имеется даже найдет с уклоном в плане медицины медицинский уклон присутствует в общем что неплохо с правой стороны если мы выяснимся вниз да у нас санаторий заполярье да один из самых зелененьких санаториев и там это уже сегодня был в принципе тоже довольно таки неплохо и там находится наш жилой комплекс санторини чтобы понимали санторини это прямо на первой береговой линии и ценник там просто космический но опять же опять же опять же все у нас в сравнении относительно сравнение здесь мне вот что нравится вот в этом промежутке да на улице винограда что можно просто ходить вдоль улицы как сейчас девушка и да и просто получать неписуемое удовольствие такое ощущение как будет и гуляешь в парке да есть автомобиль и да есть а то но в целом хорошо и комфортно наверное камера все-таки смотрит немножко на асфальт ну хочется опять же показать ту чистоту который есть на улице на блоге может ее задрать прям чуть-чуть прям ее задрать наверное повыше блин ну да ладно ладно повыше и повыше ладно попробуем так итак мы с вами подъезжаем к жилому комплексу виктория я считаю что это один из топовых объектов в сочи на самом деле хороший классный объект но здесь дешевле чем 220 тысяч рублей за квадрат метр вы ничего не найдете хотя три года назад когда я только переехал сочи здесь недвижимости начиналось от 67 точнее недвижимость квартиру этом доме от 67 тысяч рублей за квадратный метр так дом не был сдан он находился на той же стадии как сейчас жилой комплекс москва ну как бы какие-то там все движения шли но без какого там прям супер результата здесь кстати на заканчивается район новый сочи и начинается прям скоро центр да на парке ревьера кто убирает массы данной жилой комплекс но конечно же убирает все люди которые хотят часто гулять в парке и так далее лично для меня парк не актуально по одной простой причине потому что я 12 часов работаю в сутки поэтому до этого но 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 если пример я рассматривал бы для родителей конечно с большим удовольствием там виктории взял бы и я считаю что это было лучше место для моих родителей но лучше не придумаешь ну за исключением там еще некоторых объектов но там цена еще еще выше еще выше и выше что касается вот этой части улицы виноградной то она в принципе за последние 10 лет меня поменялось что до олимпиада была такая красивая шикарная что после олимпиады такая же чем она в принципе не изменилась теперь что касается парковок парковаться здесь проблематично точнее просто проблематично просто нереально самое интересное что здесь есть такие у нас моменты что называется капканы что такое капкан капкан смотрите с левой стороны а все с левой стороны поставили поставили у нас все все ребят все капканов нет видите раньше такого было разлиновано парковки с левой стороны а сейчас просто поставили тупо заборчик и все теперь припарковаться там просто нереально а раньше повесили знак и в общем парковались да по разметке и при том с этих вот здесь этих же разметок забирали автомобиля прикольно прикольно просто бизнес по-русски поставили вот водитель видит разметку до на въезде после после моста был был знак остановка запрещена у него никто не пришел внимание потому что была разметка и все и в итоге молодцы же поставили заборчик потому что очень многое в том числе моих клиентов лишились там на пару часов машины и выкупали их там в общей сложности там от 5000 рублей если конечно не стали на места для инвалидов то еще плюс еще половина теперь да вот в этом месте парковать автомобиль можно но проблематично здесь найти свободное место такое ощущение некоторые здесь у нас автомобили стоят годами и итак мы с улицы с улицы клубничная доехали за сколько там за 7 минут мы доехали до самого центра сочи и направо наша работа также находится ворд-класс и налево мы сейчас падаем с вами на морской вокзал морской вокзал вот здесь видите тоже машины поставили но их вы будете искать эвакуировать потому что здесь место для сквозного проезда поэтому тоже имейте ввиду обращайте внимание на разметки и будет вам счастье я рекомендую вот в этом районе сочи останавливаться только на платных парковках ребят чтобы понимали потому что бесплатно припарковать машину веселя как у вас получится и вот этом месте сильно орубить у нас так называемый мародеры еще в общем эвакуаторщики но знаете врачную гаточку расскажу что если бы здесь не орубили эвакуаторы то здесь был бы полный бардак ставили здесь машины 2 и 3 ряда поэтому в целом я разделяю сейчас видите за пешеходным переходом как у нас припарковалась шкода это просто жесть все-таки же правильно ну все здесь мы конечно на красный сила софорами нет остановимся пропустим когда видите что здесь все-таки у нас туристическая пора много у нас всевозможных туристов до довольно улыбается все-таки за бортом плюс 15 градусов и когда солнышко вытекает конечно становится даже мягко говоря жарко по времени да вот если мы засекем сколько же с центра сочи да мы выезжаем с вами 10 минут столько же ехать до жилого комплекса и не стал оставить навигатор на всякий случай потому что выбрала для себя уже тот вариант чтобы показать вам город и в принципе других вариантов у меня сейчас на большом счете нет для объезда кстати с левой стороны такой неплохой скверик мне нравится уже здесь гулять спереди вы видите шикарные часы всегда там какие-то красивые композиции из цветов и всегда не меняется супер все классно что касается что далеко остановился ребят я остановился у стоп линии потому что потому что не знаю стоп линии здесь не просто нарисовали и по правилам дорожного движения пересечения получается стоп линии то все равно что проезд перекрестка на заключающий сигнал стафора это одно и то же поэтому штраф такой скотский 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 еще раз скотский все здесь мы перестроимся никого здесь не было почему перестраивать потому что видите да с левой стороны сейчас будет много у нас припаркованных автомобилей поэтому в этом отношении лучше двигаться вам по левой полосе тут же мы с вами церковь тоже я могу сказать что то самое из разряда самое тупое соотношение стена к стене мы с вами видим кинозал фестивальный да там где проходит нас кВн там где поет киркоров где поет басков и так далее тут же у нас церкви и я как-то хотел снять обзор про церкви который есть в сочи и когда прошел на территорию церкви и тут же была репетиция репетиция кВн а с этими пошлими шутками с иногда с управлением нормативной лексики это был просто трэш это просто было жесть и я понимал что скорее всего не самое удобное самое лучшее место для службы службы именно я говорю сейчас про церковь поэтому бывают такие казусы непонятные да это все равно что найти рядышком здесь был кладбище там похоронное агентство и тут же рядышком был какой-нибудь там супер холбар но идиотизм не только считаю что это идиотизм что касается от этой улицы да кстати хорошая улица тут же мы не увидим жилые комплексы здесь есть у нас гостиницы да есть апартаменты но как показать квартиру здесь не найдете потому что это поднимает то что это территория предназначена для санаториев и для профилакториев также здесь коммерция стоматология ну и есть пару частных домиков которые скоро застроятся что самое лучшее есть в данном районе это конечно же с левой стороны мы проезжаем жилой комплекс здесь мы с вами видим зимний театр что хорошего в зимний театре то что если например сюда подъехать поставить автомобиль и поехать то есть пойти в правую сторону куда сейчас у нас люди пошли да там просто шикарная потрясающая набережная второй линии до который вышел и там же у нас очень много зелени поют птички но там классно честное слово для себя это место открыл недавно воскресенье когда мы гуляли с надей не стала записывать эту прогулку потому что смотрю когда я снимаю надю слишком много хейта слишком много вы там начинаете критиковать гадости писать в общем для себя мы приняли четкое решение что надька я показывать для вас не буду потому что ей это не нравится ну и вам смотрю там как бы не совсем лестно комментарии пишите знаете когда пишите комментарии что-то касается меня мне в принципе без разницы я там уже привык что я вся привык что у меня целая куча завистников целая куча всех вот таких вот непонятных да когда вот обижает мое ближайшее окружение в том числе там про дочку что-нибудь плохое напишет там например там тут я конечно загорась могу и послать кого-нибудь поэтому дабы чтобы не провоцировать блин ну как они остановились да вот полицейские вот жопошники по другому никак не назовешь просто берут лучше бы взяли вот здесь порядок навели да вот посмотрите вот на пешеходный переход посмотрите на разве это правильная да парковка гений парковки просто нет они там стоят там пытаются кого-то половить вот здесь порядок наведите рядышком ну да ладно смотрите это красивое море вот здесь у нас есть Чикаго да хорошее такое место я бы с большим удовольствием вам показал но сейчас я могу сказать женатый человек да и не могу я себе позволить передвигаться по таким злачным заведениям поэтому пишите в комментариях были ли вы в этом заведении и понравилось ли оно вам или не понравилось вы видите да где-то в мае у нас обновляется разметка да видно что там недавно рисовали мы сейчас по району которая называется Светланом ну и конечно Светлана у нас начинается от Зимний театр мы с вами проезжаем да от Жемчужины и в принципе здесь и заканчивается потому что вот эта сторона где у нас левая сторона гендерарий называется Яна Фабрициуса опять же Яна Фабрициусса тоже есть начало Яна Фабрициуса да вот который ближе к урокному проспекту Ну и есть конец района Янов-Облициуса, там, где у нас уютный квартал, там, где у нас ЖК Нов-Облициуса. И, соответственно, один из таких ощутимых минусов, то, что там такое ощущение, что ты находишься в промзоне. Ну, там, в принципе, и на ощущение земли, там, то есть промзон под холодильное оборудование и тому подобное. Об этом тоже нужно знать. Теперь, да, теперь, 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 мы сейчас с вами выйдем, наконец, на Курокный проспект. Почему мы сразу поехали по Курокному проспекту? Потому что там одностороннее движение. Соответственно, с основным Курокным проспектом могут перемещаться только автобусы у нас, да, в сторону Бутки, либо же такси, лицензированное такси. Всем остальным въезд и выезд запрещен. Здесь опять у нас стоят гаишники. Не знаю, что они там шерстят, кого шерстят, что они там пытаются. Если, например, мы берем с вами город Орск, да, то гаишников 75% это у нас граждане Казахстана и, скажем, казахи, да, если берем Орск, то здесь немножко все по-другому. Здесь почти все гаишники – это у нас армяне. Армяне, армяне, еще раз армяне. Поэтому имейте в виду, что с ученскими гаишниками легче договариваться, потому что с армянами всегда можно договориться. Ну, и детка никогда включает такого-то, не знаю, там, броню и тому подобное. Ну, я все равно предпочитаю не договариваться, проще не нарушать. А я всегда рассудую, так, ну, если нарушил, то, соответственно, пусть-то уже штрафуют, пусть карают по закону. Все. Все непонятно. Мы с вами подъехали к району, который называется Бытком, да, посмотрите, какие красивые тюльпанчики у нас на родительной полосе. Ну, и, конечно, хорошее, красивое зеленое место. И тут, в принципе, жить довольно-таки комфортно, потому что это тот самый универсальный объект, который подходит, например, если берем с вами низ Бытки, подходит как для отдыха, так и для ПМЖ. Почему для отдыха? Потому что до моря будет расстояние от 250 до 500 метров максимум, это раз. Очень много зелья, красиво даже просто погулять, даже просто вдоль курортного проспекта. Ну, и, конечно же, если кто-то рассматривается себе для ПМЖ этот район, есть школы, детские сады, магазины, в общем, все есть. Это такая фишка, да, если ты остановился как придурок, ты просто открываешь багажник и все. И тогда сразу же, ну, стоять можно. Это мой взгляд, фишку, как в Москве, знаете, когда подъезжаешь к аэр-фарту, и там тоже стоять в том месте, где стоять нельзя. И у всех таксистов открыть багажник. Не знаю, что это за фишка в правилах дорожного движения, но такое у нас есть. Теперь мы едем с вами в сторону района Приморья, и, может, благодать, и вот почему мне не нравится Приморье, ребят, потому что вот здесь, видите, постоянно образуется такая пробка, вязать это утро, обед или вечер, и проехаться здесь довольно-таки сложно. Поэтому, поэтому, если мы ехали с вами до Бытхи, как таковое у нас пробок нет, да, до Бытхи, ну, а если мы едем в эту сторону немножко, то пробочки у нас появляются. Ну, в любом случае, они не такие смертельные, как московские, не такие смертельные, как краснодарские, поэтому, я думаю, милиться с этим можно. Теперь, что у нас дальше? Конечно же, мы видим с вами уже еще больше зелени, потому что район Приморья предлагает отличный вариант для того, чтобы можно было здесь отдыхать, либо жить тем людям, у кого нет детей, потому что в школу придется возить на Бытху. Добытых тут мало, да, буквально там 2,5-3 километра, но не нужно забывать, что здесь есть пробка, поэтому, поэтому, ну, передвигаться каждый день ребенку в школу не совсем будет комфортно. Кто еще, смотрите, удовольствие, если честно. Ну, здесь мы с вами видим те самые дома, которые у нас строятся, 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 которые всегда строиться не могут. Это у нас Сан-Сити. С правой стороны мы с вами проезжаем 5-звездочный отель Рейдисон. За Рейдисоном мы с вами видим, сейчас увидим Актер Галакси. И за Актеровым Галакси у нас живой комплекс Королевский парк. Как-то я уже говорил, Актер Галакси выбирает молодые, красивые, капля водки чистые, в основном такие люди там живут. Ну и Королевский парк выбирает все те же самые, только в возрасте, 55+. Вроде два домика находятся рядом, но один домик, как называется, пенсионерский, а второй домик такой молодежный. И вот здесь, с левой стороны, прямо на расстоянии 200 метров, есть хорошая квартира, мне появилась в продаже, я ее сниму через 2 часа. Это квартира в жилом комплексе Лазурный, квартира на высоком этаже, 250 квадратных метров, и она стоит очень, так скажем, недорого, я бы сказал, очень дешево. Ну, потому что за 250 квадратных метров, в черном варианте, с видом на море, с витражным стеклением, в доме, где есть консьерж, закрыта территория. И цена квартиры будет всего лишь 28 миллионов. Это просто подарок, чтобы вы имели в виду, что там у меня тоже мой знакомый подписчик продал квартиру с ремонтом, ту квартиру, которую вы хейтили, хейтили, но он ее продал спокойно за 45 миллионов 200 квадратных метров. Хотя вы прекрасно понимаете, что ни один ремонт не будет стоить 20 миллионов. Проще, конечно же, взять квартиру 250 квадратных метров и сделать самый ремонт. Ну, 250 квадратных метров, как вы понимали, ремонт обойдется, если делать там хороший ремонт, прям шикарный ремонт, прям шикарный, то можно потратить не больше, чем 7,5 миллионов рублей. 7,5 миллионов рублей это будет просто потолок, это будет просто там все самое лучшее. И по итогу у вас получится себестоимость квартиры в 200 квадратных метров всего лишь в 35 миллионов рублей. Я считаю, что это хорошая покупка, я считаю, что это просто потрясающая покупка. И если бы клиенту не нужны были, точнее продавцу не нужны были деньги, я думаю, что он бы так дешево не продавал. Потому что цена реально дешевая, потому что в том доме минимум ценится за квадрат 150 тысяч рублей в черновом варианте. А там, получается, цена будет 110 тысяч рублей за квадрат, 110 тысяч. Все, отсюда мы делаем с вами выводы, что нужно брать, обязательно нужно брать. Все, ребята, здесь понятно. Тут, смотрите, мы с вами проехали табличку в Сочи, в принципе, проехали поворот на Мацесту. И здесь мы с вами заканчиваем в Сочи. Хотя в Сочи располагается в двух районах. Это Хосинский район и это Центральный район. Начиная от Зимнего театра и все, что мы с вами проезжали, это был у нас уже Хосинский район. Как понять, где район, Зимний театр, когда мы проехали с вами под низом, мы проехали под мостом, который идет через речку, которая называется Верещагинка. И как раз вот с Верещагинки до Мацесты, до реки, да, это как раз территория, которая по табличке у нас города Сочи, да, именно Центра. Но при этом затронули Хосинский район. Все, все непонятно. И сейчас мы передвигаемся по Хосинскому району. Мы с вами двигаемся вдоль горы, которая называется у нас Ахон. И, соответственно, по левую сторону в основном там есть пару домов наверху. Мы их показывать не будем, потому что там никто не хочет жить. И, например, ближе к Хосинскому туннелю есть такой совхоз, который называется Приморский. Там располагаются такие жилые комплексы, как Анна, как жилой комплекс Радужный, как коттеджный поселок, усадьба и так далее. И, в принципе, там же, говорю, есть квартира, надо ее наконец-то доделать, я так думаю. И все, да, и можно будет, может быть, провести эксперимент, попробовать сдавать ее посуточно. В принципе, у меня уже три человека писали мне, что если вдруг я надумаю сдавать посуточно, они готовы приехать и пожить в этой квартире в жилом комплексе Радужный. Я предлагал Наде заняться таким бизнесом, говорю, хочешь попробуете, то занимайся сдачей квартиры. Все деньги тебе, там, убирайся за ними, прибирайся, встречайся, провожайся. В общем, не знаю, пока она думает, ну и я не наставил. Ну, смотрите, тут мы увидим с вами, что все-таки у нас хорошая конторная дорога по... Ну, сейчас по две полосы в каждом направлении. И вот как раз здесь мы сейчас подъезжаем с вами к тому самому одному из старейших, старейших туннелей города Сочи. Туннель еще у нас был даже в 2002 году, да, в отличие от всех других туннелей, которые появились перед Олимпиадой, либо во время Олимпиады. Этот туннель у нас не широкий, но в целом он комфортный. Потому что, если, например, сравнить старые туннели, которые нас встречают по дороге в Красную Поляну, ну, именно старая дорога, то этот туннель довольно-таки современный. Ну, и теперь, что мы с вами видим? Мы с вами видим по левую сторону ту самую Косту. Это поселок Коста. Ну, скажем так, на любителя. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, мне не нравится. Ну, кому-то нравится. Почему мне Коста не нравится? Потому что, как таковое, там ничего особо не строится. Строится два жилых комплекса. Один, который называется «Звездный берег». Второй жилой комплекс, который называется «Сочи-Ривьера-Парк». «Ривьера-Хостер». Блин. Короче, как-то «Ривьера» – вот ключевое слово. И в целом оба объекта строятся только с разрешением на строительство. Эти объекты строятся не по федеральному закону 214. Поэтому, по большому счету, продавать мы их не имеем права. Отсюда могу сделать вывод. Там можно продавать только у нас те варианты, которые у нас уже так называемые «фторички». Которые дома построят с луны. Но это чаще всего старенькие домики с низкими потолками, но при этом с космической ценой. Кто выбирает Косту? Те, кто пожили какое-то время в Косте. Потому что человек – это такое существо, которое у нас быстро привыкает к тому месту. И знает, какой там пивной магазин есть, знает, где там хлебушек есть и так далее. Ну и вот так у нас, в принципе, перемещаются автомобили с автасскими номерами, вы видите. Потому что таковые штрафы не приходят и в целом они могут себе позволить так перемещаться. Сейчас мы подъезжаем с вами к району, который называется Кудепс. Кудепс, кстати, тоже неплохой район. И если я не ошибаюсь, то буквально там через 2-3 месяца начнется такая прям там зверская застройка. Одновременно будет строить 3 крупные компании. И по большому счету будет что продавать. Потому что 2 из них – это объекты, которые будут строиться по федеральным законам 214. И один объект, который будет строиться просто с разрешением по строительству, это будет на квартирный домат. И одна из компаний будет еще строить там школу еще дополнительно. Поэтому я думаю, что скоро Кудепс там взорвет. Взорвет и похоронит всех рядышком конкурентов. И хотя, знаете, что там ценник, когда ты поставить неадекватно, да, они на стартех, я вообще думаю, по 140 еще близок, квадратный метр. Не знаю, посмотрим. Если разум сыграет, и если ценник будет хотя бы от 100, то Кудепс-то будет достойная конкуренция Дагомысу. Потому что сейчас, конечно же, у нас топ по стройкам, по безопасным стройкам. Это Дагомыс. Пятный крути. Ну вот мы с вами длинемся 28 минут. Ну а если мы возьмем с вами расстояние, например, по времени, сколько мы едем от центра Сочи, то от центра Сочи, именно от морского порта, мы двигаемся в Сангасово. Я считаю, что вполне даже неплохо. Здесь, в основном, Куд с утра все стоит. Стоит-стоит-стоит, еще он стоит. Но. Но, 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 но. Вот это А для площади Сочи. С правой стороны курортный городок. Сразу говорю, даже сейчас это мертвый микрорайон. Жизнь там начинается где-то в середине июня. А до июня он даром никому не нужен, потому что, ну, жесть там, жесть. Это всевозможные гостевые дома, всевозможные гостиницы, всевозможные мини-отели. И в целом, ну, не знаю. В плане локаций не совсем удобно. Например, чтобы отсюда сейчас выехать в центр Сочи, нужно доехать как минимум в правую сторону до движения по кругу, собрать все пробки. Ну, и потом еще и назад, так же собрать все пробки. Наде все-таки Триумфу не понравился. Точнее, не то, что Триумфу ей понравился, ей понравился сам Адлер. Не ходишь на Вадлере жить. Именно потому, что, как бы, Адлер для нее, это, конечно, что ее выше далеко, да. Если, например, возьмем город Орск, Орск из Новогорода и Старогорода, да. Я, например, жил в Горске и в Новогороде, и в Старом Городе. Да, в Старом Городе потише. Но в Новом Городе твейст. То же самое касается, как у нас и Адлера. Да, может быть, здесь потише, может быть, здесь зелень побольше. Но, 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 но. Не знаю, лишь что вот мне, вот если я жил один, да, я бы, триумф был взял бы и даже не заморачивался. Ну, в легкую взятие триумф и все. Но, я живу не один, поэтому, конечно же, я должен считаться с мнением своей второй половинки. Согласна же? Согласна. Например, моим родителям тоже Адлер не нравится. Им больше нравится договориться. Поэтому, сто людей, да, ребят, сто разных мнений. Это хорошо, что, что город Сочи, да, большой Сочи, такой большой. И что каждый из вас может для себя подобрать тот или иной район с тем или иным бюджетом. Гораздо хуже было бы, если бы, например, вот приехали в Туапсе, да, там вот все. Как бы непонятно, да. Гораздо лучше, чем там билиджет, чем Анапа, да, там, маленькие колхозики для протошения в Сочи, конечно, супер. Не будем называть, что в Сочи самая большая береговая полоса, самая длинная, из всех курортных, которые есть у нас на Черноморских побережьях. Опять же, да, выборы выиграл у нас Зменский. И один из лозунгов, что они хотят выжить Крым. Не знаю, как они хотят вернуть Крым. Надо спросить у крымчан, хотят ли они вернуться в Украину. Я думаю, вряд ли кто там хочет, потому что даже мы когда были в Крыму в прошлом году, ну, и общались, особо никто не хочет вернуться, как бы, назад. Хотя я к украинцам хожу очень даже хорошо. Потому что понимаю, что вот этот негатив, который есть от них, это, скорее всего, ну, просто вдалбливает, вдалбливает. Просто я иногда смотрю украинский канал, а это, конечно, трэш. Который новшество хочет Порошенко сделать, чтобы запретить русский язык везде. Ну, это, я считаю, просто идиотов кусок. Ну, опять же, это хочет бывший президент. Я не думаю, что это хотят все. Поэтому я думаю, разум возьмет свое. По поводу Крыма, я тоже думаю, Крым не куда-нибудь денется. Во-первых, даже если они Крым заберут, ну, захотят вернуть, что-нибудь с ним Крым сделать. Сейчас уже в Крым сколько выложили денег, просто немедленно, да? И опять вернуть, и не знаю. Я думаю, что, скорее всего, Крым останется. Я бы рад был бы, если бы в Крыму было все то же самое, что и в Сочи, да? Такие же дороги шикарные, да? Такое же отношение к туристу, да? Доброжелательно. Чтобы можно было спокойно, да, ребят, чтобы можно было, там, ну-ка, с комфортом, да, отдыхать. Жить в Крыму вряд ли. Мне почему-то там не понравилось. Вот я про то же самое вам и говорил, да? Вы говорили, что я недолюбливаю российские машины. Нет, ребят, я их долюбливаю. Просто, понимаете, сейчас начнется лето, и будут здесь пробки именно из-за того, что такие вот машинки, да, которые там, ну, закипают, там, вот эти семерочки, шестерочки, десяточки, девяточки. Заметили, да, вот уже какая там была четвертая семерка по счету, и ни у кого даже не включены дневные световые огни. Да, вот, да, ларгусы. Ну, есть же правила, да, правила дорожного движения для всех одинаковые. Вот второй ларгус, да? Вот этот бред. Вот в этом отношении иногда хочется с Орских гаищников всегда, да? Все там за каждую лампочку там выписывают штраф и тому подобное. Воспитывают. Такого нет в Орске, например, чтобы проехали там без включенных дневных световых огней. Здесь вы видите, да, бардак, бардак, еще раз бардак. Хотя, как бы, жалобы на гаищников все равно есть. Грязные машины есть. Красивые машины грязные тоже есть. И машины есть с абхазскими номерами. Сейчас немножко ужесточили, да, и теперь можно. В Абхазии появляться даже две недели. Раньше появлялись раз в месяц. Поэтому кому-то слишком сильно-то ударило по карману, по бизнесу. И вот такая дорога у нас к жилому Калбурцу, который называется «Триумф». Ну, «Триумф», в отличие от всех остальных, похож на жилой комплекс, да. Это и территория, это и спортивный комплекс на территории, это все. но опять же, да, я снимал как-то вам снимал просто мечты, да, и мне не нравилось, как там паркуется и все, да. Ну, давайте покажу, что происходит возле жилого комплекса «Триумф». «Триумф». Это просто свиноты, смотрите, просто свиньи. Вот этот ртуар и на ртуаре, да, и тут там безаянцы. Газель это будет, Крузак это будет, либо это Лексу будет с 24-ми регионами, да. Либо это будет и у нас мой регион. Ну, посмотрите, как они стоят, да. Просто с ковтой. просто-просто-просто. Ну, все, ребята, мы с вами подъехали, подъехали мы с вами к жилому комплексу. Сейчас мы постараемся с вами припарковаться. Да, паркуемся. и в принципе в принципе сейчас тестимся с клиентом и мы все с ним решили. Ну что, ребят, спасибо за просмотр, спасибо за то, что были со мной на экскурсии. Если вдруг понравился видеоролик, прожимайте жирнейший лайк, мне будет очень приятно. Ну и пишите, где еще мне проехаться в таком формате. А теперь, ребят, пока.